Сегодня у нас будет распаковка вот такого вот мыла. На самом деле это очень интересное мыло с интересной историей. Изначально его создавали как мыло для интимной гигиены. В составе этого мыла очень много интересных травок. Вот здесь вот картинки, вот здесь вот написаны травы. Потом поближе покажу, что входит в это мыло. Но после лабораторных исследований выяснилось, что это мыло хорошо не только для интимной гигиены, но также это мыло отлично справляется с проблемами с кожей, включая псориаз, всякие высыпания и прочие неприятные вещи. Вот, ну на самом деле по составу, здесь очень крутой состав. Сюда входит ринакантус, другие тоже восстанавливающие травы. Кроме того, сюда входит знаменитая травка бордерграсс или хиюм, которая очень здорово подтягивает кожу, то есть эта кожа, она такая универсальная. Вот, я не люблю универсальные вещи, которые прям панацея сразу от всего, но это как раз-таки про это мыло. Если разбирать его по составу, то все компоненты обладают прям вау-эффектом в разных видах. Вот, поэтому эта мылка можно использовать как для ежедневного, повседневного ухода за кожей лица, тела, так и для интимной гигиены. Вот, давайте сейчас распакуем и посмотрим, что внутри. Я скажу честно, что я уже одну такую распаковала, уже испробовала. И да, она очень интересная. Вот, и снимаем первый слой. Вот здесь мы уже можем посмотреть поподробнее, поближе, что у нас входит в состав. Вот здесь вот рисунок трав, здесь и куркума, и остальные тоже травки, которые есть, вот они здесь в картинках отображены. Если навести резкость на состав, то здесь вот видно, что сюда входит очень много интересных, классных корешков и трав, которые обладают замечательным эффектом. Если их принимать внутрь, и даже если их выносить на кожу, они тоже очень здорово на него воздействуют. То есть реально. Так как сюда еще входит ментол, мыло обладает легким охлаждающим эффектом. Вот успокаивает раздраженную, воспаленную кожу. Кроме того, омолаживает, подтягивает, ухаживает. Прям вау-эффект. И реально, вовсе показывает, что это так, что мыло ускоряет регенерацию. Вот. И, как интересно, первое мыло, которое я открыла, которое я отдала, оно было без золота. Вот. А это мыло, оно с золотом. Вот мы его распаковываем. Вот то, о чем я говорила. Видно, это разные партии. Потому что я еще думаю, ой, как здорово, что оно без золота. А вот теперь вот то, что мы видим. Мыло, вот для меня то, что странно, я понимаю, что вот эти вот микрочастицы, они в целом очень хороши для лица. Потому что они обладают легким пилингом. Но, простите, блестки даже такие маленькие, микроскопические, для интимной гигиены. Но, уж простите меня, я считаю, что там блестки лишние. Вот. Запах у него такой ядреный, травяной. Со свежестью. Кто любит тайские бальзамы, тайские натуральные масочки. То есть, здесь нету отдушек, здесь нет ароматизаторов. Ну, вот зачем-то добавили сюда, ну, как они утверждают на сайте производителей, что это биозолото. Но в составе я биозолото не нашла. А по факту вот у нас уныло. Вот такой вот шайминг эффект. Посмотрим, как это будет уже конкретно на коже ощущаться. Вот. Ну, вот такой вот мыльца. По остальному качеству не буду сейчас показывать, как оно мылится. Может, потом запишу отдельно. Плюс я еще такое мыло отправила знакомому. Оно было без блесток. Что-то, ну, два одинаковых мыла. Своё мыло я тоже распакую. Покажу на камеру. Оно оказалось с блестками. Получается, какая-то латрия. Одна партия с блестками, вторая партия без блесток. В общем, рано я радовалась, когда я увидела, что в первом мыле не было блесток. Видно, это была случайная партия. Сейчас ее решили доработать. Вот. Но, тем не менее, это не умаляет того, что у мыла реально очень классный состав. Но реально универсальный. Его можно использовать, ну, практически для всего. Вот. Скоро лето. Для многих проблема как раз с кожей становится актуальным именно в жаркие летние месяцы. Так что у вас есть возможность заранее запастись мылом, который будет не только очищать кожу, но и также и ухаживать, и убирать проблемы с кожей. Выбирайте лучшее. Лучше из Таиланда. Лучше из Таиланда.